29 сентября утро арендовал я вот такую вот машину транспорта на один день стоит это 70 евро и 100 километров можно ехать если больше стоит доплачивать 30 центов за километр и будем сегодня помогать переезжать моей сестре в город каосроя 30 сентября вот такая вот машина была вчера взята на сутки для перевозки volkswagen сейчас сдаем ее назад вчера использовали ее для переезда ездили пару раз накатали прогреется пускай машиной я вообще доволен это дизель не знаю какой там мотор стоит единственное что напрягало немножко это вот переключение первые две скорости он трогается как-то так странно очень за занижена медленно как-то может быть специально так сделано в когда тяжелый грузы тянет он чтобы как говорится сейчас это не так чувствуется потому что пустой а вот вчера немножко гружен и был когда загружены чувствуется он на пониженных трогается такой а так в общем нормальным повороте хорошо лежит подвеска хорошая автомат удобно не на переключаться все у меня здесь буквально четыре километра до места где его сдать надо там стоял всю ночь мотоцикл мой я посмотрим сколько я заплатил но это все дешевле заплачу чем я брал последний раз тоже после раз я брал в городе в форсами у робко там а и я платил просто за саму аренду на один день уже 120 евро а здесь я 70 евро здесь а дается только 100 километров на сутки пробега бесплатного что выше уже надо доплачивать 30 центов за километр вот сейчас и посмотрим сколько мне подсчитают потому что у робко вроде было 150 километров бесплатных мы сейчас посчитаю сколько в общем за дизель я вчера заплатил заправил полный бак надо сдать тоже заплатил 23 евро что такое вот сейчас даем расходы по транспортной машине на сутки если берешь машину 69 евро плюс больше пробега тут стоит 100 километров я проехал в 157 030 про километр насчитывается и вот насчитали вместе все 86 евро плюс бензин 25 евро получается в общем на сутки мне машина обошлась это 101 евро много дешевле чем у рубка только там я платил уже где-то 120 на сутки плюс еще там дизель бензин и где-то 150 я выше может чуть больше короче здесь я на 50 сэкономил приобрел себе вот такой вот велосипед в каусру и там пока сестра перевозил помогал на обратном пути заехал забрал такой вот велосипед 28 колеса 7 скоростей вот это вот тормозить можно педалями а также тормоза сзади получается нет трое тормозов педалями ручной тормоз и ручной тормоз такого еще ни разу не видел 5 скоростей но что-то не не работает как это единственный недостаток у этого велосипеда настраивать переключатель надо здесь вот такой вот бардачок с ключами полный я уж удивился уже давно мне не было велосипедов с ключами я вообще собой не вожу ключи с их духу такая вот огромная кайта ну вроде целое оставить можно но это плохо когда дожди идут здесь вода собирается в эти дырочки вода заходит тоже не очень попробую настрою попробовать для себя кататься мне нравится вот в общем такая есть у меня такая вот машинка электрическая когда-то я ее подарил матери на день рождения но получается я ее купил для себя потому что большинство ею я и пользуюсь там брыки подшить что-то ремонт какой-то сделать еще что-то сейчас вот у меня сумка вверху здесь вот портится также здесь вот как материал портится и я вот нашел такой вот материал тоже водонепроницаемый не покупал это говорится выкидывали люди как улица сумки все такой вот я искал долго материал подходящий нашел сейчас нарежу и и буду нашивать все зашил я вчера свою сумку уже вчера поздно было стемнело уже не видать было чего я делал поэтому не показала вот сейчас утром покажу вот пришел зашил все также здесь сверху вот так вот зашил я не профессионал любитель как говорится здесь пришел все нормально все сидит почему я решил вы удивляетесь может скажите зачем ты возишься можно выкупить да можно новый купить может быть но у большинства сумок нет вот это вот как сайте защиты который ложится над замком потому что большинство когда я же большинство путешествие велосипеде на мотоцикле и мне нужна такая вот защита над замком чтобы если дождь идет чтобы вода через замок не заходила вовнутрь и поэтому здесь единственная сумка я сколько магазинах искал если есть то что-то мне сумка не нравится по по состоянию и как говорится как как ее сделали а это идеальная сумка я идею уже пользуюсь наверное лет семь может быть примерно она мне нравится несколько кармашков один кармашек потом второй кармашек и вот третий кармашек большой так идеально в ней замки вот эти ремешки сбоку которые делают немножко пошире поуже и как говорится удобные можно много взять я с ней много ездил почти пару раз неделю пользуюсь а в путешествии каждый день пользуюсь 7 октября пришел я в банку сауна тут чисто световой разные цвета отдых мы здесь я сейчас пойду в соляную тут съемка нельзя конечно потому что люди ходят голышом женщинами мужчины хочу сегодня я парюсь два с половиной часа стоит 13 евро на весь день 17 евро такая входная здесь а где раздевается идут сюда вниз в баню проход там прямо это в бассейн купаться в баню надо специальный чип дается такой вот чип для компьютера здесь вот натурники проходить надо соляная комната вот здесь из соли стена и здесь вот через это отверстие как говорится впыляется мелкие частицы морской соли такой вот лежак мягкие подстилки свежее дерево это буквально это все сооружение это два года назад заново все восстановили все свежее слышно шум впыляет распыляет впервые после короны я пришел в сауну уже сколько почти три года не было покайфуем почувствовал немножко такой вот першение в голове в горле поэтому решил сходить в сауну прогреться он трамвай железная дорога здесь рядом возле бассейна парковка большая парковка там спереди школа спортзал и также вот этот бассейн на улице находится летний бассейн здание внутренний бассейн примерно раз или два раза неделю я готовлю пиццу себе готовая здесь например шампиньоны сыром и приправа я запек после я вытащил оливковое масло немножко квашеная компоста немножко смягчает это все не очень вкусно иногда с чесноком иногда просто с перцем и вот сейчас буду смотреть youtube и наслаждаться всем тоже приятного аппетита я люблю хрустящую тонкую пиццу с мясом я не покупаю большинство все без мяса покупаю овощи какие-нибудь там а или просто сэр на днях я купил костюм для мотоцикла для моего друга которому я два месяца назад отогнал мотоцикл и теперь ему не хватает костюма перчатки купил костюм вот такой вот за 50 евро взял бушный горт гортекс by полу полу это магазин мотоциклетный который продает у нас вещи тут вам стяжки кожа карманы снаружи ремень карман еще и плюс еще почему я выбрал этот костюм потому что у него утепление внутри который можно отстегивать вот здесь ремешок это на холодную погоду можно пристегивать и немножко теплее делать не сильно на брюках должно быть тоже такое вот здесь видно ремешок но почему-то я хозяин спросил он говорит не знаю ничего не знаю но или купил без риме без утепления он брюки или он давно уже их снял и не пользовался на брюках не так страшно там можно гамаша одеть под низ также на брюках вот на всех коленях везде на плечах кожа такая вот наши то еще это завода видно же здесь прошита это не сам человек нашего но тут и на коленях протектор слабый на на плечах он по мощнее и здесь он тоже помощнее вот почему-то на коленях слабо здесь надо какие-то вставить покрепче а здесь сбоку никогда не вставляют сколько я покупал уже костюмы никогда здесь не вставляет протекторы здесь карьер это карманчик есть но они всегда пустые спина на спине тоже есть протектор там кармашек такой для протектора но здесь наши то немножко это внутри ну как говорится слабоватой нападет у меня также сильно ничего не делал вот такой вот костюм за 50 евро также за 10 евро бушные перчатки на мотоцикл для моего друга теперь ему только нужны ботинки для мотоцикла не все до недели купил сидушку на велосипед вот такая вот резина здесь не скользкая здесь как говорится что поступает ветер и не потеет часть это она весом примерно может быть 300 400 грамм сейчас могу взвесить написано эргономическая мимо реформ запоминает где продавлено 6 зон каких-то гриб и воздух проходит здесь вот здесь нарисовано 10 евро было со скидкой так бы я может быть не взял но 10 евро думаю возьму попробую а то у меня разные сидушки и все как-то не так по-разному давит а это посмотрим может повезет на ту неделю я себе еще привез один велосипед бывший алюминиевый говорится рамка женская заниженная но так он алюминиевый и хорошем состоянии пока я ничего не нашел чё надо ремонтировать может только скоростя настроить и все сейчас мне некогда возиться потому что готовлюсь к путешествию поэтому уже покажу в следующем видео когда вернусь уже домой 15 октября ездил тут магазин проезжаю а тут у нас разбирает здание для пенсионеров пенсионеры жили здесь и и видать она уже старая непригодная наверно водой брызгает чтобы не пылила 13 октября уже вечер я готовлюсь к путешествию утеплил машину внутри утеплил также и мне пришлось так крышу меня движим подвижная если дождик иногда капает внутрь и не гербентично поэтому я изолентой прошелся по кругу этой крыши также здесь стекла на всякий случай тоже ну и какие-то дни холодно будет вот здесь вот закрыто стекло полностью такой вот отражающий холод и тепло и тепло так же чтобы внутри тепло было и темно удобно велосипед один велосипед 2 другу я с другом путешествую сейчас иду домой собираю упаковываю я уже начал упаковываться сейчас еще собираю кое-какие вещи и друга я встречаю в берлине мы побудем там сутки и потом уже едем на остров рюген север германии сейчас собираю пару сумок одежду еду с собой мы уезжаем примерно на неделю может чуть больше зависимо от погоды от всего что мы сейчас я тоже гружу спальне кто-то все такое вот машине будем спать костюм от мотоцикла который я мог купил на сумку отдельно положить его вещи и я планирую выхать на ночь еще хочу сейчас вот который видос и сейчас записываю чтобы они вышли через пару дней сейчас хочу тоже сделать это еще успеть ставьте лайки пожелайте мне хорошего путешествия чтоб все благополучно прошло чтобы нормально вернулся и мог опять для вас выраживать новые видосы про путешествия на остров рюген